Здравствуйте всем. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Хочу как бы поделиться своими впечатлениями, находясь уже поводом по юридической защитой компании «Алиан». Ну что могу сказать, да, меня зовут Юрий, фандитер у меня в Соборске. Я являлся клиентом Московского кредитного банка, у меня это была продукция, потребительский кредит обычный и самая кредитная карта. Ну, потребительский кредит я брал, значит, я брал 1 миллион, мне, так сказать, навязали 1 миллион 216 со страховкой вместе, совместно. Ну, тоже, соответственно. Вот. И с 14-го года я до ноября 16-го года, я это благополучно все делал, выплачивал. И была у меня там посередине просрочка даже, там месяца на 4, на 5 где-то так получилось. Вот. Потому что конец 14-го года для меня лично был не совсем хороший для меня. Вот. Мне очень приятно. То есть, она там потеряла работу, ну, всякие такие тяжелые жизненные моменты. То есть, и вот в начале 15-го года у меня там банком КБ, конечно, брал вас и телефонно, и морально, то есть, и писал там страшные письма там и так далее, и так далее. Ну, мне там удалось выкрутиться из ситуации, я, как бы, выплатил. Даже пошел с переживением. Вот. У меня помимо там КБ был Был и Тинькофф банк кредитная карта, и Сбербанк кредитная карта, и так далее. Ну, в общем, у меня такая нормальная, хорошая, среднестатистическая декредитованность. Вот. Конечно, я всех победил на тот момент, как я считал и думал. То есть, Тинькофф я закрыл, МКБ идет, у меня там сопережение графики, все замечается, хорошо, но в итоге все равно хорошо. Жизненные ситуации тяжелые, так сказать, они дают о себе знать, и при выплате всего и вся остается ничего. При том, при всем, что зарплата даже более чем средняя, даже на уровне нормальной, то есть, там, около 100 тысяч рублей. Вот. И в итоге, я себе пересиливал, сделал вот этот непреодолимый, но верный шаг в сторону к решению вот этих банковских проблем. Вышел в ту самую калитку, на которую Дмитрий Евгеньевич очень серьезный, все время показывает, но почему-то очень мало видит. Ну, ладно. Вот. И вот, уже полгода нахожусь под юридической защитой. Ну, какие впечатления? Впечатления в целом хорошие. От банка ожидалось большего. То есть, за полгода, кроме как, два с половиной месяца стоя на эти звонки, да и точно два с половиной месяца они закончились, а больше ничего, ничего, абсолютно, ни таких писем, как в прошлый раз, ни каких, там, этих страшилок, угрожалок и все прочее, ничего. Ну, за эти полгода, это самое, что, такое, прикольное смс-пятник пришло там, вот и все. Хотите узнать, что будет дальше, позвонить? Ну, я звонить не стал. Я рисовал, что раз вот и все, значит, это вот и все в положительном плане. Каких-то там очередей двери в мою квартиру нету, никого не звонят, здрасте, дайте деньги, вообще. Телефон молчит, писем нет. Ну, вот, сейчас компания для меня прошла за мальчик за полгода. То есть, у нас содержались там основные письма, которые были отправлены одни из основных письм на вывод. Ответы на эти письма, да, банк мне не дал, я не получил, даже моя супруга ходила на пушку. Ну, так, ради интереса узнала. Не, ну, конечно, почтовые очки-то я заглядывал, любопытствует распирать, конечно. Ну, за полгода вообще никто ничего не прислал, не сказал. Так, что вот, наверное, через полтора-два месяца, там, уже перейдет на другую стадию, не досудебную, а там судебную и нефалентного производства. Ну, даже на досудебной стадии банк это самоустранился. Ну, были вот, там, недавно, там, четыре звоночка, а там был финанс. На этом все. На одной неделе два звонка и на этой неделе два звоночка. Больше ничего. Никаких очередей, никаких вылавливаний дверей, высаживаний, вылавливаний меня на улице, как когда-то многим кажется. Ничего нет абсолютно. Живу спокойно, размеренно. Жизнь, голова освободилась от всяких мыслей, где взять денег на очевидный денежный платеж. На работе, всю эту энергию улучшаю. Ну, на полярельную руку отдаю на работе. А вот и все. Нет, он начинает там управляться, там, положить на тенденции, динамику. Ну, так, так, так. Ну, вот. Никаких, никаких особых фейерверков, таких фейерверков и так далее, нет. Жен, тихо, мирно. Вот, сейчас он остался супругой под величеством защиты, глядя на меня. Она говорит, я еще и в ноябре говорю. Она говорит, я сначала вот на тебя посмотрю, а потом сама стану. Она говорит, а что на меня смотреть? Ну, там, я что-то на меня не видел. Ну, что на меня смотреть? Ну, ладно. Ну, все-таки, через полгода она созрела. Я никого не подталкиваю на эту тему. Несторонний таких, каких-то, методов. Давай, давай, давай. Ну, человек должен сам созреть, сам найти выход. Свою же ситуацию, я бы, как-то другим рассказал. Вот. И не убирал руку из того болота, чтобы оно уж совсем не было. Ну, потому что пришлось знать, потому что вроде как оно хорошо-хорошо, но дно этого болота, оно все-таки приближается, стало приближаться. Ну, а следующий отзыв будет, наверное, там, Январь и Райс следующего года. Чтобы рассказать, поделиться о впечатлении за год юридической защиты, что произошло, что не произошло, так далее. Ну, вот на полгода, если брать эту осечку, то куда-то банки сидели. Их как будто они перестали бить. Все, нет. Все, просто нет. Нажимаешь, я не хожу. Работаю, а выходной не ходил, а туда вернуться, что-то узнавать, и так далее. Ну, нет, чем я думал. Вот. Ну, такие впечатления. Все, живу тихо-медно. Ну, первые полтора месяца, конечно, немножко был тревожный. Потом сон. Сон прекрасный. Это для банкиров. Совесть не мучает ни разу. Никак. Неграф. Ну, наверное, на этом все. Всем спасибо. Спасибо Дмитрию Геншину за его работу. Желаю компаниям для просветания и здравства. Ну, всем остальным. Здоровья и финансов Бога получен. Всем пока.